Музей Завода Музей Завод включен во все путеводители, вид со смотровой площадки можно назвать открыточным. Расскажите, чем сейчас живет Музей Завод? Музей Завод, либо завод-музей. А мы вот с 2009 года, у нас новый концепт развития, и мы уже себя позиционируем, потому что мы немножко избрали немножко другой путь развития, экоиндустриальный технопарк. Вообще-то, конечно, немножко длинновато, но это такая смысловая структура, да, то, что у нас экология, это во главу, то, что это все-таки такой объект, который чисто такой и по мыслам, и по своей значимости, индустриальный, потому что это индустриальный эрмитаж. Ну, а технопарк, потому что там не будет такой стагнации или там какое-то такое успокоение, а это будет такая динамика развития. Но если бы уже быть до конца точными, это будет Всероссийский центр инновационных технологий машиностроения и металлургии с XVIII по XXI век. То есть такая у нас амбициозная программа, такая концепция, которую мы вот сейчас и развиваем дальше. Ну, вот расскажите об этой концепции, каким будет вот этот уникальный музейный комплекс в ближайшем будущем? Ну, сегодня мы ставим задачу и пока стараемся показать то, что экоиндустриальный вот этот технопарк, либо территория сам старого завода, она очень значима, она основополагающая в развитии города Нижний Тагил. И неважно, если это был там город XIX века, там сегодняшний современный город, это самый центр, это то, что организовало пространство, организовало ландшафт и определило развитие города. Вот, и наша задача создать и продемонстрировать потенциал наследия, вот в лице индустриального наследия для развития территории города Нижний Тагил. У нас есть три, ну, так я немножко так вкратце о концепте, три составные части, это старый центр, куда входит старая территория города, купеческий центр, во главу, где доминанты, является заводоуправление, главная контора Демидовых, и территория старого завода с прилегающим поселением, это вот Ключи, либо улица Тагильская и Кирова. Это вот такой старый город-завод XIX века. Сюда же мы из социалистической эпохи, входит и у нас Тагилстрой, то есть это Нижний Тагильский металлургический комбинат, или как сейчас Евраз, НТМК, и вся присоединившаяся вот эта селитьба, вот этот архитектурный ансамбль жилой застройки, равносильно также и на вагонке, да, вагонке УВЗ и вот сама вот эта вот территория. Это вот основа нашей концепции. Сами вы понимаете, что это практически весь город Нижний Тагил, поэтому мы предлагаем нашей концепции создать и определить стратегию города Нижнего Тагила вот на основе сохранения, адаптации, использования индустриального наследия. Вот. И сегодня этот проект реализуется пока на площадке старого Демидовского завода, когда у нас, мы сейчас занимаемся реконструкцией территории пока с точки зрения экологической реабилитации. У нас еще только такой переходный период. Мы взяли вот до 17-го года. Ну, а дальше у нас уже будет реновация, вот, ревитализация с точки зрения экологических, да, объектов, потому что у нас много экосистемы и много гидротехнических сооружений. Та же плотина, пруд, которая как бы соединяет весь город. Реки, много рек. Это на нашей территории течет река Рудянка. Вот. В центре города, вы знаете, есть и Визовка, и Малая Большая Кушевая, вот эти притекающие малые реки. Это вот такая экологическая реабилитация, которая сейчас, это основа тренирования, восстановления этих каналов. Ну, а дальше мы уже адаптацию ведем как в структуре города, потому что это все-таки индустриальный объект, и его надо еще адаптировать как гражданское строительство для общего пользования. Вот. Ну, и револизация это то, что такое, я бы вам сказала, такое эмоциональное, да, такой перезагруз человеческого мышления по отношению к самому наследию, особенно к индустриальному. Нам сложно очень понимать такую систему, когда сегодня старый завод, вот он есть такой, как он есть, стоит, а, допустим, НТМК и Уралвагонзавод, это те предприятия, которые работают практически на таком же оборудовании, потому что последние цеха были закрыты на старом заводе в 2015 году, в 2014, наверное, точнее. То есть вот это вот надо переосмыслить, философию, концепт для развития города, определить, чтобы это все вот стало главой, такой основой для развития самого города. И вот эта вот работа, она идет, такая каждодневная, такая рутинная, но тем не менее мы готовы принимать музей-заповедник, этим мы и занимаемся, принимать гостей, популяризировать эти объекты, потому что для России, вы понимаете, это не только значимо для Тагила, Тагила вообще значим для России в целом. Это такой потенциал, вот мы сейчас только приехали из семинара по ЮНЕСКО, когда проходит ослушание для включения в список ЮНЕСКО, чтобы это было все-таки всемирного значения, вот, наследие. Ну и встает вопрос, что столько объектов и культовых, да, и архитектурных, и природных, ну нет, от России нет ни одного объекта индустриального наследия. А простите, на пять минут отвлекитесь, и вы поймете, Россия это мощная индустриальная держава, и в времен социализма, и в времен даже Демидова. Российская металлургия, она началась с Урала, 1700 год, независимо от того, что 800-900 лет европейской металлургии. То есть это, понимаете, это вот такой вот симбиоз, когда мы сегодня уже выходим за рамки какой-то деятельности музейной, вот, мы уже понимаем, что вполне мы можем стоять для развития города в основным аспектам, а в силу того, что город значим для России и для России тоже. К сожалению, все мы знаем о проблемах музейного комплекса, в первую очередь его состояние, да, вызвано в первую очередь действиями вандалов. Какие меры предпринимаются по сохранению столь вот уникального комплекса, чтобы мы его просто не потеряли? Ой, это, вы знаете, это такая большая проблема. Это, я не знаю, вот такой же пользуясь случая, наверное, даже проще обратиться к горожанам, потому что молодежь, ради которой мы отстраиваем и перезагружаем город Нижний Тагил на современный взгляд, на современную постиндустриальную эпоху, сохраняя вот этот вот объект, конечно, такие порчи, которые, они просто даже, знаете, не так страшно, вот мы сейчас уже выработали, у нас уже три года такая проблема молодежная, вот, не так страшно, когда ты пришел и отщипил кусочек металла и унес там, я не знаю, там, ну, неважно для каких-то там целей его используешь, да, для продажи даже, там, или для там хозяйства какого-то, как вот это вот бескультурия, когда мы хотим, чтобы дети приходили, а они просто пакостят, оскорбляют, хулиганят, ну, то есть вот такие вот проблемы. У нас есть служба охраны, но это такая музейная охрана, она больше даже как смотрительская служба. Ну, и сейчас законы того не тронь, это все восприняется, надо культуру какую-то вообще не держать, поэтому мы держимся пока очень индивидуально, музеем защищаем, но, конечно, этот вопрос надо решать и на уровне города, и на уровне, вообще, наверное, даже региона, потому что такие объекты, они подвержены вот таким вот порчам, особенно со стороны таким несанкционированных визитов. Это беда. Ну, в первую очередь, сами тагильчане, да, должны понимать, что это то наследие, которое мы просто обязаны сохранить. Ну, тагильчане, я думаю, понимают, но иногда некоторые, наверное, некоторые видят, наверное, использование вот таких объектов. Понятно, что сейчас молодежь любит все это экстрим, а там экстремальных моментов масса, и мы это как бы очень даже хорошо понимаем, но мы не можем дать безопасность, пока техническую безопасность. Глава города об этом много говорил, никто другой, как он, понимает это, потому что это металлургия, это все-таки было производственной площадкой. Сейчас пока нельзя. Все будет доступно. Верхние галереи, верхний уровень ландшафта. Мы очень современные, мы очень современные, мы стараемся свой проект сделать очень современным, который мог бы подойти как для младенца, который в колясочке смотрит, да, точно так же, как активного там посетителя, который просто ходит и готов хулиганить там, ну, только не плевать. Понимаете, вот какие-то вот такие вот вещи. Поэтому будем решать эту проблему, я думаю, уже скоро совсем серьезно. История музея завода, завода самого неразрывно связана с историей Нижнего Тагила. Это красная нить. Вот вы сказали о том, что комплекс будет развиваться, будет новый технопарк. Как вы считаете, как это отразится именно на развитии Нижнего Тагила? Насколько важно проводить такую работу для преображения нашего города? Вы знаете, как только, как только решится вопрос, но я акцент сделаю не финансовый, а именно политическая воля как государства, так региона, так и муниципалитета, город Нижний Тагил станет другим. Вы понимаете, вот эти территории, они способны перезагрузить город вообще совершенно в другом направлении. Город просто станет другой. Экологически. Представьте только на мгновение, когда вот эта маленькая территория с очищенными реками, с каналами, когда это все появится чисто даже с точки зрения природного комфорта, рекреационной зоны, пешеходной зоны для города, соединит два таких совершенно больших блока, как старый город, который сегодня вы видите, как выглядит улица Кирова, как выглядят отвалы горы Высокой. Вот это все будет облагорожено, все это будет, такая пройдет мощная реновация с территории современного города. Как он изменит центр города, изменятся трассы дорожные, будет пешеходных дорог много, то есть все объекты станут узнаваемы и соединяемы между друг другом. Точно так же изменится Тагилстрой, точно так же изменится вагонка. Когда во главу станут рекреационные зоны рек, и уже индустриальные площадки не будут разделять нас. Ой, ты где живешь? На Тагилстрой, да-да-да-да-да-да, где на вагонке? А это будут просто районы по названию рек. Город станет совсем другим. Только давайте начнем с этой маленькой площадки. Это наш первый опыт. Первый опыт, он столько, на 20 лет с лишним затянулся, но сегодня мир стал другим. Вы посмотрите, другие страны, другое государство, в России все стало другое. Давайте отважимся и примем это политическое решение, что наследие в состоянии стать той точкой отсчета для перезагрузки нового города. Давайте примем это решение, не будем не бояться. Деньги, это будет второе дело. Когда мы встанем на эту волю и начнем новую жизнь, город станет другим. Вы сказали о том, что вы ездили на семинар недавно, который проходил, я знаю, в Татарстане. А город Казань, как и все мы знаем, это одна из туристических, наверное, культурных столиц нашей страны. И вот у них есть такой исторический центр, как Кремль, который абсолютно открыт для всех. Каждый может зайти, погулять, посмотреть на здания, посмотреть на экспонаты какие-то. Возможно ли подобное что-то на площадке музея завода, чтобы тагильчане просто могли прийти, посмотреть, не за забором, не заказывая себе экскурсию, а просто как обычная прогулочная зона. Да, конечно. Вы знаете, вы сейчас затронули такую тему, я еще в эмоциональном таком немножко шоке, после вот самого семинара о мировом наследии, когда все говорили, это единственный объект для России, который может показать индустриальную мощь. Это, конечно, все было. Но и вот это к тому, к чему мы стремимся. Вот я бы сказала, сегодня Татарстан – это новая Россия. Не надо завидовать там Швеции, Англии, это все уже как-то, все уже насытились, все уже понятно. А здесь это совершенно другой уровень, другой концепт развития, все. И наша мечта, чтобы точно так же, это все районы, наследные, вот эти все заповедные, вот это достопримечательные, гении места, они должны слиться. И вы должны просто в них приходить и гулять. Это должно быть частью вашей жизни. Потому что связь поколений, она именно вот на вот таких объектах. Культура именно вот на таких объектах. Нам надо менять менталитет людей. А мы его сменим только тогда, когда мы границы сотрем. Не надо заборов. Мы друг другу доверяем, мы идем друг к другу. Для нас, для всех ворота открыты. А недавно в музее-заводе прошел субботник. Металлурги впервые начали расчистку производственных помещений. Например, вот котельная, которой 15 лет вообще никто не притрагивался. Планируются ли еще экологические акции на площадке? Ну, у нас с комбинатом это такая традиция. Это традиция, вызванная таким просто преемственностью. Потому что это их территория, это их поколение. И мы вот провели такой субботник, когда мы первый раз начали субботник такими силами людей очищать внутри помещений. Очень успешно было все. И мы вторым этапом будем в мае делать, когда будем вывозить все с территории, то, что удалось извлечь из зданий. Поэтому это будет, я думаю, всегда. Потому что металлургия – это та опора, как мы называем, большой завод и малый завод. Это все так едино, нам без них не справиться. Потому что и техническое оснащение тоже важно. Вы же понимаете, на субботнике ведь не только, там же и руководители. Что приятно, руководители первых лиц всегда приходят и там трудятся. Такие усатые, все грязные, но они там все в среде. Мы еще решаем какие-то технические проблемы. Вот у нас была очень такая серьезная проблема. Ветер, он сдул, у нас же много мачт верховые, это структура инженерная. И он сдул, расшатал одну из мачт. И она просто была опасна даже для людей. И мы сразу порешали вопросы, что надо сделать, что они могут чем помочь. Ну то есть это вот такие экологические акции, это естественно. Они постоянно будут, и это сегодня вообще год экологии. Поэтому я думаю, что это будет, дай бог, чтобы это все сбылось. В конце мая по всей стране придет акция «Ночь музеев». Что запланировано? Вообще, конечно, с большим риском. Риском так. Я как бы сейчас, наверное, буду говорить об этом, тем более, горожанам. Но мы планируем, музей-заповедник запланировал провести ночь музея именно на территории, часть использовать территорию старого завода. Вот в механическом цехе у нас будет такой, больше даже, наверное, какая-то встреча, да. Ну, может быть, электтории, как-то это обозвать. Когда мы расскажем вот примерно о том, о чем я сейчас вам говорю, только уже это будет такой перформанс, мы будем показывать. Ну и одновременно мы покажем сам цех. То есть люди, возможно, первый раз смогут зайти в цех, который был закрыт в 2014 году, а с 840 года он действует и вот украшает эту площадку. Такой знаковый цех, потому что старый город и территория Тагильска и Кирова была улица с Карла Маркса, старозаводская, и прямо фасады здания, они были, как правило, очень красиво в архитектурном решении, в таком классическом. И вот механический цех – это представитель, кто в Питере был, либо будет, вот, и будете там проходить коммерческое училище Демидова, кстати. Вот один к одному фасад. Поэтому приходите, мы будем очень рады. А сейчас весь город готовится, пожалуй, к, пожалуй, на моих самых главных праздников – Дню Победы. 9 мая – праздник всенародный. Летом прошлого года на площадке музея завода прошла реконструкция событий, отправки новобранцев на фронт. Так будет ли постановка возвращения победителей в этом году? Ну, мы в прошлом году делали, у нас было две таких реконструкции. Вот это была такая, более такая мощная, была еще очень скромная реконструкция. В саму ночь музеев у нас было такое мероприятие «Встреча на мосту», в 6 часов вечера на мосту. Вот, это вот связано с таким вот фильмом известным. В этом году мы, наверное, я не знаю, как по возвращению, наверное, было бы логично, вы очень ценную такую мысль подсказали. Но мы сделаем обязательно к Дню Победы что-то, потому что завод, то, какой был с его стороны вклад в Россию на территории старого завода – это бесценно. У нас, видите, как развивалась особенно металлургия на Урале. И война сыграла очень решающую роль. Почему всем ветеранам поклон, просто поклон. И когда стали эвакуировать из центральной части России машиностроительные вот эти объекты сюда, на Урал, и много пришлось на территорию завода именно старого. И вот я, как у себя, это мое как бы такое частное мнение, вот, война, она переломила вот развитие Урала. Она привела сюда до такой степени элитное машиностроение, которое помогло развиваться Уралу дальше. Поэтому мы обязательно в этом направлении сделаем мероприятие, которое бы подчеркнуло значимость вот этого объекта еще во времена войны, особенно в победе, вклад его в победу. Ну, и ваши поздравления хотели бы услышать. Что бы вы пожелали ветеранам, участникам и горожанам в День Победы? Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить всех ветеранов, горожан, хоть кто в тылу, кто во время войны был на фронтах, и кто, слава Богу, еще с нами живет рядом, и мы питаемся от вас этой энергией. Хочу поздравить всех. Не дай Бог пережить, наверное, такую войну, но осознать, что мы победили, и у нас еще столько проблем впереди, и мы все-таки победим. Я поздравляю всех, желаю всем здоровья, счастья, любви. Любовь – это то, что греет мир, помогает нам побеждать и двигаться дальше. Поэтому счастье, здоровье, любви и благополучие. Мы присоединяемся к столь теплым словам. Всего доброго. До свидания.